лофт у озера и вот такая здесь друзья красота я нашел информацию о третьем неупомянутом учредители до фасад очень красиво вылезали за город реально попал здесь есть газ старую систему вентиляции гидроизоляция высылана фасаде здесь же все иначе а вот здесь друзья обратил внимание на утеплитель никаких тебе студий и если есть на свете рай это не только краснодарский край друзья добрый день я андрей артемов если есть на свете рай это не только краснодарский край а я сдаю классное место и сейчас вам его покажу жилой комплекс лофт у озера расположен выборском районе на береговой улице между Суздальским и Выборгским шоссе практически на берегу озера ближайшая станция метро к строящемуся объекту это проспект просвещения и парнас до которых 4,1 километра и 4,9 километра до станции метро озерки до железнодорожной станции шувалова километр 600 метров то есть примерно 20-25 минут пешком и вы приедете на конечную станцию финляндский вокзал комплекс возводит специализированный застройщик интеском со уставным капиталом в 4 миллиона рублей это вам друзья не 10 тысяч как у большинства застройщиков но вот сотрудниками прям беда согласно данных от налоговой инспекции в 2020 году в штате у застройщика было четыре сотрудника в двадцать первом году три сотрудника в двадцать втором году нет нет друзья ни один сотрудник 0 сотрудников как вам такое на сайте застройщика написано что основателями компании команды преданному строительному делу профессионалов являются дмитрий старости и юрий раков в учредительных документах есть еще и третий человек это некий думич руслан романович у которого согласно выписке из игрюн пятьдесят девять и два процентов уставного капитала в компании застройщика а о нем ни слова если верить сайту застройщика то раков и старостин строители раков руководит к примеру генподрядной организации по гск а супруга старостина является учредителем а вот третий учредитель с основным уставным капиталом у застройщика не упомянут такой знаете некий серый кардинал основатель о котором умолчали покопавшись немного в интернете я нашел информацию о третьем неупомянутом учредители друзья он пивовар и владелец организации пив опт торг с основным видом деятельности аренда интеллектуальной собственности крылья основной вид деятельности производства пива и беребо оптовая торговля правильно пивом теперь конечно стало понятно почему из легенды убрали третьего основного главного учредителя потому что он пивовар но и в строительстве наверное ничего не понимает но я считаю на чем во первых роман русланович варит не только пиво и продает его оптом а имеет сеть собственных магазинов по продаже пенного во вторых я полагаю у него иной взгляд на недвижимость так как глаз не замылен в третьих а пиво положительные отзывы его напитки нравится потребителю и я полагаю что и недвижимость должна аналогично понравится тем более это первый проект этого застройщика жилые комплексы цдс новые горизонты северный приневский легенда на черной речке жилой комплекс северный вальс который стал долгостроем все эти комплексы объединяет архитектурное бюро проксима которая доработала проект жилого комплекса датировано 2017 года новый проект доработали в 2022 году и в него внесли ряд изменений примеру в два раза уменьшили козырек над входной группой как и сам тамбур уменьшили лестничные марш и лестничную клетку уменьшили ширину межквартирного коридора есть конечно и положительные моменты внесенные в проект так вентфасад заменили на клинкерный кирпич убрали приемки убрали подъемники и сделали вход в уровень землей но самое пожалуй важное изменение которое застройщик внес проект это друзья шумоизоляция конечно же во всех современных проектах есть шумоизоляция но как правило она посредственная и вы слышите шумы от ваших соседей за стенкой об этом вы мне периодически пишите в комментариях под видео здесь же все иначе пирог перекрытие выглядит следующим образом монолитное перекрытие стенофон 8 миллиметров 50 миллиметров звукоизоляции floor buds от рук вул полиэтиленовая пленка в 100 микрон и фиброцементная стяжка в 50 миллиметров толщиной если говорить о социальной структуре то ближайший садик за номером 141 расположен в одном километре 200 метров от возводимого комплекса но согласно официальных данных от детского садика вакантных мест нет до 487 школы 2 и 4 километра согласно официальных данных вакантные места есть но и к сожалению очень мало рядом большое количество и детских садов и школ но к сожалению они все давно переполнены потому что новые школы и детсады не строят и они не успевают за темпами строительства то есть город взял на себе обязательства по нормативу на каждый метр жилья метра социальной инфраструктуры но к сожалению его почему-то не выполняет квартиры в комплексе представлены от однокомнатных до трехкомнатных квартир никаких тебе студий согласно данных квартирографии в двух домах будет 75 квартир однокомнатные квартиры займут почти 50 процентов от общего числа квартир двухкомнатные квартиры 38 процентов и трехкомнатные квартиры 9 процентов квартиры застройщик передает в черновой отделке высота потолка составляет от трех метров до двух метров 90 сантиметров а класс энергоэффективности всех зданий б высокий подземном паркинге будет 31 машина место и 11 машина мест на территории комплекса официальных цен на паркинг нет но я полагаю цена на паркинг будет варьироваться от миллиона двухсот тысяч до полутора миллионов рублей за одно машина место на момент съемки видео однокомнатную квартиру можно приобрести от 9 миллионов рублей можно и в ипотеку чтобы узнать цены наличия квартира также акции скидки от застройщика напишите в моей соцсети которые я оставил для вас в описании к этому видео конкурентов у данного объекта просто нет ближайший сосед жилой комплекс новая скандинавия от застройщика банкрота однокомнатную квартиру в этом комплексе без отделки можно приобрести от 9 миллионов 700 тысяч рублей мы конечно с вами будем надеяться что дом будет соответствовать рендерам и будет качественным таким же как и пенный напиток от третьего уже нам известного учредителя а вот здесь друзья обратил внимание на утеплитель обратите внимание что они утепляют в два слоя в нахлёст это здорово и такие дома действительно энергоэффективные будут летом прохладные а зимой теплые но конечно еще огромный плюс это витражное остекление обратите внимание то есть витраж будет на балкончиках а у здесь мы видим какое большая какая большая площадь остекления от застройщика вокруг возводимого жилого комплекса малоэтажное жилье уже сложившейся инфраструктурой заезд сюда есть с двух кпп закрывающих шлагбаум охрана и видеонаблюдение знаете такой эффект безопасности на самом деле проехать может любой но и так же пройти высола на фасаде смотрится конечно не очень-то презентабельно но я надеюсь очень что застройщик это все отмоет специальным составом также хочу сказать что сам клинкерный кирпич в живую смотрится намного интереснее и привлекательнее чем на рендерах застройщика вокруг комплекса достаточно дорогая недвижимость большое количество таунхаусов в два в три этажа и вот такие невысотные дома здесь высоток нет здесь такой скажем райский остров санкт-петербурге между возводимыми домами если вот такая небольшая зеленая зона было бы здорово если бы я конечно оккультурил застройщик но к сожалению этот участок земли не его клинкерный кирпич а вот фасад-то смотрится красиво гидроизоляция как на кровле праймер все что очень классно сделали молодцы утеплитель все четко выпуски сетки чтобы фасад не валился и держался на века алюминиевый профиль мы с вами друзья зашли в воде в подъезд он здесь одна подъездная сия не ошибаюсь первое что мне бросается в глаза это качество налито обратите внимание где что-то было не так они взяли это испилили то есть он такой ровный красивый весь вылизанный и конечно же высота потолка дает о себе знать лестничный марш сборный привезенный с бетонного завода изготовителя смонтирована кстати достаточно аккуратно алюминиевые рамы утеплитель вау и здесь такой же друзья фасадный кирпич внутри помещения на втором этаже светильники какие уже понимаю будут красивые или от отца это светильники сушки очень круто смотрится груза пассажирский лифт и обратите внимание на лестничный марш привезли заводы смонтировали в принципе ничего такого нет но он весь закрыт сверху пленкой чем-то еще черным внизу и деревом соответственно когда здесь ходят строители если где-то что-то прольется испачкается то сам марш будет чистым вот так будут сдаваться стены во всех квартирах то есть здесь уже застройщика намечено как она должна идти ну а дальше соответственно решаете вы делаете такую выставляете планировку как ее сделал застройщик либо соответственно что-то меняете и узаканиваете здесь мы видим что расстояние между перекрытием и стеной зачеканили базальтовым утеплителем стенка кстати хорошо служила да когда высота потолка 3 метра конечно дает о себе знать единственное конечно но почему оставили старую систему вентиляции вот это конечно вопрос могли бы сделать и механическую современную кухня гостиная раз два три четыре световых проема и да друзья здесь есть газ это большая редкость так как дома малоэтажные а к соседним домам достаточно большое расстояние вообще нет никакой результате здесь такое ощущение что в загород реально попал то есть мы практически в центре района в санкт-петербурге но при этом обратите внимание какой прекрасный вид вот поэтому я всегда за малоэтажное жилье до фасад очень красиво вылезали смотрите как все красивенько ровненько молодцы просыпаясь утром выходишь на свою кухню-гостиную и твоему взору соседний прекрасный дом выглядит выглядят дома стильно и красиво монолитное перекрытие застройщик закрывает панелью которая очень напоминает старинную двухтавровую балку впереди мы с вами видим нижнее большое суздальское озеро такое ощущение что мы друзья на острове это совсем не санкт-петербург но уже за озером чуть вдалеке мы с вами видим высотки здесь рыбачат плавают уточки летают чайки и вот такая здесь друзья красота а начинаешь выходить отсюда тут буквально 300 метров и уже жилой комплекс лофт у озера как говорится рукой подать слышите птиц не в каждом месте санкт-петербурга можно услышать пение птиц здесь тишина покой свежий озерный воздух поет птички запах свежий и листовый фантастическое место для санкт-петербурга и вроде ты знаете такой как будто за городом но в то же время ты в городе к примеру а если вы здесь задумались поискать недвижимость то таунхаус можно приобрести от 32 миллионов рублей это где-то 180 квадратных метров цены здесь конечно достаточно высокие и не всем по карману если говорить про вторичное жилье то ставки на рынке достаточно высокие поэтому конечно интереснее и выгоднее покупать новостройку ну а здесь напомню стоимость до комнатной квартиры от 9 миллионов рублей знаете очень так приятно показать действительно хороший качественный проект которых почему-то очень очень мало друзья рад был вас всех видеть обязательно поставьте лайк не ставьте дизлайк поделитесь ссылкой на это видео а я с вами как обычно не прощаюсь а говорю до скорой встречи и 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 Субтитры сделал DimaTorzok